Дорогие друзья, всем доброе утро! Мы сегодня позавтракали и бегом в лес. Вот наша первая находочка. Смотрите. Опа! Какая красота стоит! Это? Сейчас я его срежу. Вот такой у нас красивый обабочек. Пойдемте. А вот здесь рядышком еще один вот такой красавчик стоит. И это, знаете, что? Поганка! Но ничего, сегодня первый гриб найден. Красавец! Нет, это какой-то камень. Послушайте. Это какой-то гриб такой. Как камень. Посмотрите. Поганка. В общем, в лесу так птички поют, когда вот остановишься, прислушаешься. Давайте тоже встанем. Послушайте. Классно, да? Так, муравейник это еще небольшой, маленький. Но они такие крупные, муравьи-то. Самые работящие. Самые работящие. Вот смотрите. Что это за грибочек? Красноголовий или мухомор? Сереж, ты как думаешь? Мухомор. Мухомор. Ну, а я, я не знаю. Я лучше посмотрю. Что это? Это мухомор. Смотрите. Давай поближе. Скажем. Кстати, за, сколько мы вот ходим по лесу, это первый мухомор. Мухоморы, кстати, тоже очень полезные. Ну, не в качестве еды, а их нужно в лечебных целях. Лекарственных, да? Чисто как вот гриб, он помогает, да? Делают настойки для суставов, у кого болят хорошо, натирать ножки, руки и так далее. Вот. Я вам сейчас расскажу одну забавную историю. Когда у нас с Ангелиной было 3 годика, она первый раз с нами поехала в лес. И так получилось, что там такой лес был, а бабки такие крепкие, с белыми шляпками. И мы, значит, идем. И два гриба, их так было издалека видно. Ну, я Сереже говорю, давай мы их тихонечко пройдем. Вот, чтобы их Ангелина нашла. Вот. Ну, прошли. Она за нами тут идет. Специально вперед даже не ее прошли. Она, когда их увидала, и так закричит. Она еще тогда плохо разговаривала. Ну, не то, что плохо. Она плохо выговаривала некоторые буквы, звуки. И нам кричит. Вы, одители, вы все, все пылье, вы гиб, пасли. Мы так смеялись долго от этой фразы. Она нам по сей день запомнилась. Часто так вспоминаем. У нее радости было. Прямо море. Я сейчас вам вставлю фотографию. Я свое детство, я имею в виду летние каникулы школьные с июня по августа, всегда проводила у бабушки с дедушкой в деревне в Кировской области. И нас, они приучили с детства грибы всегда разрезать. Вы знаете, когда срезаешь гриб и ложишь ведерко, а когда домой приходишь, он червивый. Зачем из леса это везти домой? И нас сразу приучили разрезать, проверять, какой гриб внутри и складывать уже ведерко, чисто только не червивые грибочки. Чтобы дома уже на это не тратить было время, чтобы сразу уже мы их разрезали и готовили. Потому что бывает так, так что, да, наберешь три ведра, а начинаешь перебирать, там всего, блин, пол ведерка или ведерка. Вот поэтому мы всегда лучше привезем меньше, но чтобы дома уже не тратить на это время. Слышали, да? Что за птичка такая была интересная? Иду, иду, Сережа. Мы далеко друг от друга не отходим, потому что, чтобы не заблудиться, не потерять друг друга, ходим рядышком. Сереж, что это за птица? Где дятел? Дятел, дук, дук, он как грохочет. Что там? Сережа мне показывает на гриб. Смотрите. Чувствую, что сегодня будет грибовница. На жареху, конечно, я не знаю, но грибовница будет. Какой красавец стоит. А самое-то, что интересно, пока я шла к нему, к тому грибочку, я прошла еще два грибочка. Зову Сережу к себе. А он говорит, смотрите, что прошла. Красавчики. Ой, какие миленькие, хорошенькие. Сейчас я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите, какая бабочка. Полетела, 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 полетела. Все. Опа, 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 опа. Может, не включать? Где она? А, улетела. Кружит, кружит. Такая красивая. Видно вам ее? Какая непоседа, а. Какая красивая. Так и не хочет. Ой, прямо около меня. Кружит, 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 кружит. Как птичка около меня кружит. И улетела. Нет, обратно ко мне. Посмотри, что. Говорит, снимай меня скорее. Снимай. Блин. Какая шустрая. Я прямо ее потеряла. Ладно, мы пойдем еще поищем грибочки. Больше всего мне в лесу нравится, как птички поют. Прям обалдею. Я всего один раз в жизни слышала, как кукушка кукует. Сразу хочется так, знаете, стоять, замереть и слушать. Всегда говорят, да? Нужно послушать. Как там? Кукушка кукушка. Сколько лет, не лет прожить? Ну что, будем надеяться, что это белый гриб? Белый. Посмотрите, какой красавчик. А вот и белый наш первый. Мы уже прогулялись по лесу. Выходим. А эта бабочка опять у нас тут. Она нас ждет. Вот так красиво. Крыльями машет. Красивая. А если я присяду, она улетит. Красуется, да? Ага. Такая. Ну давай, давай меня снимай еще. Я тебя немножко попозирую. Ой, я чуть не упала, блин. Красота. Чуть-чуть я поймала бы ее. И показала бы вам во всей красе. Все, улетела. Все, улетела. Ну все, мы решили уже ехать домой. На грибовницу. На грибовницу, на совсем маленькую кастрюлечку набрали, скажем, по порции. И то, вы знаете, радость. Это первая наша будет грибовница из свежих грибочков. Красиво в лесу, вам честно скажу. Вот даже мы, если бы ничего не... Опа! Смотрите, что я нашла. Главное, пошла к машине. Грибочек. Что-то у нас масляник сухой, да? Точно, сухой масляник. Давайте пройдемся здесь еще. Может, еще что-нибудь найдем. Вот всегда так. Когда уже на выход, так грибочки появляются. Значит, маслята пошли. Хороший знак. Сережа, смотри, какая красота. Масляник. Сытная будет у нас сегодня грибовница. Я думала, это масляник. Там солнышка не было. Когда вышли, это оказывается, смотрите, вовсе не масляник. Сереж, что это? Красноголовик? Красноголовик. Сейчас мы его посмотрим, хороший или нет. То есть, под березовик? Напоследок, вам хочу поснимать, показать. Вот такие цветочки, какие здесь растут, красивые. Вообще, красота. Что, Сереж? А, Сережа проверяет, грибочек хороший, нет? Давай покажем. Так, шляпка. Ну, шляпка хорошая, а тут ножка. Ну да, хороший. Надо же, а. Ой, красиво. Вот я бы поставила палатку, жила бы здесь. Ну все, всем до свидания. Всем спасибо, что вы нас смотрите. Увидимся в следующих видео с вами. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!